Вообще, его нужно пить месяц, и сегодня что-то произошло, и это мой путь к абсолютной свободе. Мне очень нравится просыпаться с солнцем, у нас морг все еще присутствует. Давайте попробуем это блюдо, это эксперимент. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, добро пожаловать в новый влог. Сейчас почти 10 утра, я позавтракала и покажу вам, что я принимаю с БАДов. Я в прошлом видео сказала, что это помогает мне справляться с выгоранием, с тревожностью. Я сразу хочу сказать, что я не врач, не диетолог, не нутрициолог, и все, что я сейчас вам показываю, я не призываю вас это пить. Тут, наверное, в любом случае надо смотреть от своего состояния, отталкиваться от того, что вам нужно, или если вам что-то назначает врач, дисклеймер такой. Во-первых, это мультивитамины daily, это просто комплекс витаминов, здесь очень много витаминов. Витамины А, Б, С, Д, Е, К, биотин, пантотеновая кислота, фолиовая кислота, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, селен, фосфор, хром, цинк. Еще какая-то кислота. Вот в этой маленькой таблиночке. Сейчас пью еще витамин С отдельно, дополнительно, потому что у меня все еще насморк, все еще я немножко болею, дабы помочь себе, своему организму, пью витамин С. Дальше, магний. Очень классная штука в периоды стресса, или если у вас есть проблемы со сном, например, вы плохо спите, вообще его нужно пить месяц, но эффект я увидела где-то через полторы недели, наверное. Реально легче переносится стресс, и я стала лучше спать, так что две таблетки утром и вечером. Утренняя порция, погнали. И последнее в списке, это триптофан. Я пью одну таблетку в день, хотя, по идее, тут тоже доза такая, что две таблетки в день утром и вечером, но я заметила, что когда пью две таблетки, я чувствую себя супер, в смысле, не супер, а в смысле слишком гиперактивно. Супер гиперактивно. Мне не очень нравится это состояние, поэтому пью одну таблетку чисто для поддержания хорошего настроения, ощущения душевного комфорта, снижает раздражительность и тревогу. Это всё, что я сейчас делаю, и я думаю, что всё это действительно имеет эффект, потому что я стала, во-первых, крепче спать, у меня проходят постепенно симптомы тревожности. Вот это бардак для меня. Наверное, это и выглядит как бардак, но вот я не люблю, когда стол мой выглядит вот так. Как-то всё это неупорядоченно, неорганизованно, некрасиво и выглядит как хаос. Но прежде чем я разберу стол и начну работать, процедура для носа. Это всегда такой вопрос, в какой момент заканчивать капать сосудосуживающие капли. По идее, их нельзя капать больше пяти дней, но я капаю их уже три дня, и обычно после трёх дней я сворачиваюсь, но сейчас я чувствую, что как будто нужен ещё один день. Что-то не просто насморк, а это такой насморк. Вроде бы стало получше, но я чувствую, что стало лучше, да. У меня компьютер не включается. Что происходит? Сделаем вид, что ничего не было. Сделаем вид, что ничего не было. Я думаю, что люди делятся на два типа. Это те, кто любит холодный кофе со льдом, какой-нибудь аст, латте или что-нибудь такое. И люди, которые любят горячий кофе. Я всегда была человеком именно горячего кофе. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что у нас всё время холодно в нашей стране, поэтому как-то чаще пьёшь горячий кофе. Напишите в комментариях, какой кофе любите пить вы, холодный или горячий. Сейчас 11 утра. Я целый час, получается, писала посты, работала над контентом. У меня теперь новое правило. Я уже могу говорить о том, что это правило, потому что я уже несколько дней его придерживаюсь. И достаточно успешно, где-то первый час моего рабочего дня, я занимаюсь контентом. Потому что я не только веду YouTube-канал, я также веду ВК, Telegram. Сейчас я буду, скорее всего, монтировать свадебное видео, потому что оно у меня очень давно лежит. И я не уделяю ему должного внимания. Оно очень большое. Там очень много материала. И если я буду каждый раз вот так вот откладывать, то я его никогда не смонтирую. Но если я буду каждый день уделять, например, по 20 минут монтажу именно этого видео, то рано или поздно оно смонтируется. Не знаю, я прям засеку себе сейчас 20 минут времени, я монтирую свадебное видео. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас 5 часов вечера. Я повесила гирлянду здесь сегодня. Я это не сняла, просто информирую вас о том, что теперь здесь есть гирлянда, которая, по-моему, создаёт максимальную атмосферу. Очень вайбово, очень круто. И я вчера купила курс по аранжировке. Официально курс стартует 1 ноября, но нам уже скинули первую домашку. Это одна четвёртая часть домашки. Это сайт, с которым нужно ознакомиться по теории музыки. Здесь вся база. И, в принципе, я эту базу уже знаю, но, несмотря на это, никогда лишним не будет что-то повторить. Даже если вы что-то знаете. Я рассудила так, что аранжировка и возможность самостоятельно писать аранжировки — это мой путь к абсолютной свободе в творчестве. Это то, что я абсолютно точно смогу монетизировать. Я считаю себя профессионалом в области сонграйзинга. То есть я всю жизнь, в принципе, занимаюсь сонграйзингом, пишу песни. Но писать песню и делать аранжировки — это вообще не одно и то же. То есть, естественно, у этих двух сфер есть переплетение. Они обе как бы работают на одну цель. Сонграйзинг — это более творческая штука, нежели аранжировка. Потому что аранжировка требует именно знаний, как работает программа DAW. Это более такая техническая сфера. Да, она не настолько технична, как, например, сведение, мастеринг или запись на студии. Это вообще музыкальная инженерия вся. Это абсолютно не моя тема. Но, в принципе, я считаю, что я могу освоить аранжировку. Для этого просто нужно приложить некоторые усилия. Просто нужно пройти через первый самый сложный этап, когда ещё ничего не получается или получается что-то, что не очень нравится. Вот надо через это пройти и переступить. И тогда откроются вообще все двери. Потому что это самый сложный этап. Начало. Вот когда вы ещё не обрели какие-то навыки. То есть самое-самое начало — это легко, когда у вас есть интерес, мотивация. Потом, когда вы начинаете пробовать что-то новое, у вас не получается. Вот здесь самый опасный момент, когда очень легко соскочить И очень легко бросить что-то И вот если через это переступить, открываются все двери Да, это будет сложно Да, это выход из моей зоны комфорта, абсолютно Но это то, что по факту позволит мне быть независимой Быть свободной и финансово, и творчески Не знаю, если однажды случится так, что я напишу аранжировку к своей песне Я как свой самый главный критик Если я дойду до того, что я сама сделаю себе аранжировку Но это будет level up Это будет очень круто У меня есть очень классные новости Я подключила донаты на Яндекс.Музыке И теперь вы можете поддержать меня донатами официально через Яндекс.Музыку Если вам нравятся мои видео, если вы слушаете мою музыку Я буду очень рада вашей поддержке Переходите по ссылке внизу в описании И также я оставлю QR-код здесь Отправляйте донаты, и я буду очень рада И очень благодарна Все, продолжаем влог Но будет интересно посмотреть, не знаю, через год Если я не заброшу, я надеюсь, что я не заброшу это дело Потому что я понимаю, что пока мне 22 года Пока у меня, в принципе, еще пластичные нейроны Как-то там все это работает Я еще не сильно отошла от школы, от университета То есть, в принципе, я еще могу что-то впитать в себя И как-то проще выучиться Вот надо использовать этот момент Потому что чем позже, тем будет сложнее что-то новое изучать Особенно учитывая то, что на этом курсе будет работа в новой программе Это Ableton, а я никогда не работала в Ableton Я всегда работаю в Cubase Хоть считается, да, что Ableton, он проще, чем Cubase Cubase — это одна из сложных программ Все равно там абсолютно разное все Ableton, он как-то вот вертикально построен Cubase горизонтально Короче, Ableton очень сильно отличается от других программ музыкальных И поэтому, может быть, сложновато Но, кто знает, может быть, мне наоборот будет проще даже так работать Посмотрим Это дело привычки Просто надо привыкнуть Когда-то я и в DaVinci монтировать не могла То есть, я монтировала в Sony Vegas Pro И потом я переходила на DaVinci И для меня это тогда было темным лесом Сейчас я вот так все делаю Ну, то есть, это просто дело привычки Опять же, нужно перебороть, переступить Через вот этот момент, когда ничего не получается Руки опускаются Вот если это перебороть, то Сто процентов все получится Продолжение следует... Я сегодня проснулась в 8 утра Это шок, это нонсенс Я последние, не знаю, пару месяцев вставала в 9-10 Меня это раздражало Потому что я всегда была человеком, который встает рано Одно время я вообще вставала в 6 утра, в 7 утра Это было прекрасно Мне очень нравится просыпаться с солнцем Просыпаться с природой И сегодня что-то произошло Я очень хорошо спала, очень крепко Вот, я думаю, что магний действует Потому что я пью его уже недели две Ну, короче, да Я, как вы видите, накрасилась Сделала укладку Я чувствую себя человеком Чувствую себя женщиной А не просто существом Включаюсь в работу У нас морг все еще присутствует Я чувствую, что для полного счастья Мне не хватает кофе Прошел уже час Когда я пошла делать себе кофе Я обнаружила, что молока в доме нет Поэтому пришлось заказать молоко И еще кое-что Я покажу вам сейчас, что я заказала Помидоры черри Салат Салфетки Кривый фарш Молоко Запасы Хлеб Бананы Кстати, очень хорошие бананы Прям порадовали меня Два болгарских перца Это к сегодняшнему блюду на обед На ужин Не знаю Просто блюду Которое я планирую приготовить Дальше огурец И в качестве компенсации Того не случившегося авокадо В начале влога я взяла Четыре свежих авокадины Теперь можно сделать себе кофе Наконец-то Какой-то очень хороший человек Придумал вот этот бальзам Золотая звезда В виде карандаша Хорошо так пробивает У меня опять отек нос Надо перетерпеть Пока я ждала курьера Я занималась планированием контента Как обычно Первый час моего рабочего дня Уходит на это Я чувствую, что у меня прет В этом плане сейчас Есть поток Есть энергия Есть идеи Поэтому я хочу еще какое-то время Посвятить планированию контента И потом я буду монтировать Итак, настал момент приготовления ужина Буду готовить пти-тим сегодня Я никогда раньше его не пробовала Так что это будет интересный эксперимент Готовлю его по своей классической схеме Обжариваю лук и морковь И также решила добавить болгарский перец Это, кстати, хорошо сказалось на результате Получилось гораздо красочнее и аппетитнее Затем идет куриный фарш Изначально я думала добавить томатную пасту Но она заплесневела Так что сделать такую водно-томатную основу не получилось Пришлось импровизировать И в пасту отправились сливки Перед этим я добавила приправы Приправы для курицы и итальянские травы И оставила курицу тушиться на 10 минут Осталось только добавить сварившийся пти-тим И все готово Окей, давайте попробуем это блюдо Это эксперимент И эксперимент, который в процессе превратился в еще один эксперимент Потому что у меня заплесневела томатная паста И поэтому пришлось импровизировать И вместо нее я добавила сливки Я думаю, что будет вкусно Я никогда раньше не пробовала вот этот пти-тим По идее, это та же самая паста Просто такой интересной формы Давайте попробуем Интересное ощущение Не, ну вкусно В этом что-то есть Очень интересная текстура у пти-тима, у пасты Да, мне нравится Большое спасибо вам за просмотр этого видео Если ты досмотрел до этого момента Оставь мне в комментариях смайлик морковки И я буду знать, что ты настоящий Потому что ты настоящий Мы с вами увидимся уже очень скоро В новом видео Подписывайтесь, если вы еще не подписаны Отправляйте мне донаты До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok